Привет! Сегодня говорим о моих цифровых покупках, о продуктах, за которые я ежемесячно или единоразово оплачу деньги, но их не существует в физическом мире. И я считаю это видео важным, потому что я все еще из тех людей, которые, к сожалению, достаточно много контента потребляют пиратски. Только никому не говорите, пожалуйста. Ну, например, тоже фотошоп, потому что если я буду за них платить, то, к сожалению, в текущих реалиях моего жизненного становления я, скорее всего, останусь без завтраков, обедов или ужинов. Те приложения, о которых мы сегодня поговорим, это то, что делает мою жизнь намного комфортнее ежедневно. Большинством из них я действительно пользуюсь каждый день, поэтому считаю действительно важным их купить, заплатить. Но это не то, без чего этой жизни бы не существовало. Они не такие важные, кстати, как фотошоп, но они просто добавляют какого-то комфорта. И для удобства я поделила все на три категории. Это сферы работы и учебы, я их объединила в одну категорию, это сферы личная жизнь. И есть сферы такие временные набеги, временами. Туда уходят деньги, временами не уходят. Если вам интересно какое-то конкретное из приложений, возможно, вы его увидели на превью, а их вот столько будет, то вы можете всегда посмотреть тайм-коды и перейти к тому приложению, которое вас интересует. Я же начну с самого начала, рассказывать вам про первую сферу работа и учеба. Если вы уже подписаны на мой канал, наверное, для вас не станет открытием, что первое же предложение у меня это Notion. Notion это ваш идеальный диджитал блокнот, который дает возможность собирать, обрабатывать, фильтровать, настраивать под вас просто какие-то терабайты информации, текстовое, аудио, видео. При этом это все хранится у вас, вам не надо перескакивать с приложения на приложение, там делать заметки, там делать какие-то записи. Это ваша личная Википедия. И та функция, которой я сейчас постоянно пользуюсь, помимо моей работы, потому что в работе, понятно, я пользуюсь практически всем функционалом, что у нас есть, но лично для себя, и она, кстати, доступна и на бесплатной версии, поэтому вам, скорее всего, даже не нужна платная подписка. Это плагин Notion, который позволяет из любого места в интернете, где вы сейчас находите и видите интересную информацию, отправлять эту информацию в какую-то из своих баз данных, а-ля блокнотов, в Notion. Давайте на примере. Я серфю интернет, увидела интересную статью, но у меня нет времени ее читать. Я нажимаю на этот плагин, выбираю базу данных, блокнот, в который отправляется эта статья, все, она в блокноте. Этот плагин просто вверху висит браузером. Если я сижу с телефона, я увидела, давайте, девочковый пример, я увидела какого-то блогера, подружки, шампунь, который я хочу купить себе, но у меня вообще нет времени куда-то это себе добавлять заметки или еще что-то. Я могу сделать скрин и потом получить огромнейший беспорядок скриншотов на телефоне, как давно вычистили свои скриншоты на телефоне, а могу сделать скрин и сразу отправить его в нужную мне базу данных. А у меня есть такой блокнот, как купить или для волос, или еще что-нибудь. Ну, я его должна до этого создать, подумать о том, что он мне нужен, но суть в том, что я просто в один клик отправляю этот скриншот, он просто отправляет, удаляет из моей библиотеки, и все. Когда мне надо, когда я хочу потратить деньги, у меня есть такая возможность, я могу просто зайти посмотреть, когда у меня есть возможность посчитать статью, я могу просто зайти посмотреть. И это все не на разных вкладках, не занесено в избранное, это все уже в моих блокнотах по категориям. Мне кажется, киллер фича. Просто очень удобно. И это на бесплатной версии. Для работы я пользуюсь платной, мне нужна функция автоматизации, мне нужна функция публикации страниц. Но если вы еще только начинаете в Notion, вам 100% это не надо. Если вы сомневаетесь, у меня есть консультация, и вы можете прийти ко мне, мы с вами поговорим, обсудим, зачем вам Notion, что вам вообще в нем можно делать, какие сферы жизни вам в нем можно упорядочить. Мы разберемся и решим, какая из подписок больше всего подходит. VPN. Кому не нужен VPN в наше время, не знаю, что особенного про него можно рассказать. Вот он такой. Вы можете на него смело полагаться, потому что пользуетесь уже более трех, наверное, два года, где-то три года, где-то так. Его преимущества никогда не слетают. Очень удобно, можно расшарить на большое количество людей, например, на всю вашу семью. Так что, если вы задумывались о платном VPN, то могу смело рекомендовать. Устанавливается на комп, на телефон. Удобно один раз залогиниться, и потом год можно не вспоминать, если купить годовую подписку. Можно купить месячную, но годовую выгоднее, как всегда. Переходим уже к приложениям, которые для телефона. На телефоне я плачу для работы за одно приложение, и это приложение Forrest. Это приложение для фокусировки вашего внимания. Будет знакома людям, которые работают или учатся по методу помодора, или вообще по методу, когда вы какими-то отрезками, промежутками, точными времени работаете и точными промежутками отдыхаете. Вот в этом плане Forrest хорош. За время, которое вы проводите сфокусированно, покупайте какое-то дерево или куст и садите в свой сад. То интересно. Может, непонятно, да? Например, вы сфокусированы час. Что я имею в виду под сфокусированными? Вы запускаете таймер в приложении, и не можете выходить в другие приложения. Как только вы вышли в другое, у вас летел таймер. Все, вы должны эту часть провести, занимаясь там, или 20 минут, неважно. Занимаясь той задачей, на которую вы выделили это время. И, например, чтобы посадить дуб, вам надо потратить 60 минут. Чтобы посадить куст, вам надо потратить 20 минут. И так далее. И вот вы выращиваете свой сад, плюс копите деньги, чтобы покупать какие-то семена новых растений. Очень интересно, интерактивно. Есть один минус. Я увлекающийся человек. И я в какой-то момент просто стала ставить таймер на 8 часов и заниматься своими делами с компа, просто чтобы накопить на новое дерево. Не очень круто, поэтому на какое-то время даже отказывалась от приложения и перешла в более простое, бесплатное. Называется фокус таймер, там просто черный таймер и все. Ну, можно настроить его на метод помодора по вашим интервалам. Потому что угорела, мне не хочется так делать. Потом вернулась. Потому что все-таки считают такие интерактивные штуки достаточно приятными. Это то, что тебе хочется делать, то, ради чего хочется. Это еще один какой-то, в моем случае, еще один какой-то крючок, с помощью которого я могу себя подстегнуть, сделать трудную задачу, если я знаю, что я за нее выручу блиндук или осенний клён. Ну, это же просто. Очень красиво. И у меня осталось три приложения. Угадайте для чего. У меня есть техника дома, которую я использую больше всего для учебы. И это iPad. Ничего нового, но это прекрасное изобретение человечества. У меня iPad с Apple Pencil. Вот, пожалуйста, у меня сейчас на нем сценарий. Так. И это изумительно. Я думаю, что всем студентам обязательно иметь iPad. Может, не iPad, просто планшет, на котором можно писать от руки. Потому что, во-первых, это снимает с вас вообще весь груз того, что вам надо что-то с собой носить. Какие-то тетрадки, учебники, все что угодно. Все PDF-файлы. Вести конспекты невероятно удобно. Искать по рукописному вводу текста. Очень удобно. Вы можете писать от руки, и потом iPad ищет по вашему блокноту. Каждый раз, когда вы упоминали это слово. Это потрясающе. Плюс к нему можно еще подключать клавиатуру, и получается вообще небольшой компьютер. Для студентов must have я вечный студент языков, языковой. Перемещение по миру заставляет как бы любить это дело. У меня здесь завалялся и учебник по английскому, и по испанскому, и по грузинскому. Сейчас в данный момент по польскому. И это невероятно удобно. И именно для работы с учебниками и PDF-файлами у меня два платных приложения. Одно LexSkill. И там, скорее, просто очень удобно аннотировать документы PDF. Я им не очень часто пользуюсь. Но если я хочу какую-то книгу законспектировать, то вот иду туда. А если мне просто надо работать с блокнотами, с тетрадями, конспектами, учебниками в том числе. Потому что сейчас большинство учебников интерактивные. То я пользуюсь GoodNotes. И это потрясно. Очень удобно. Это, по сути, хранилище ваших блокнотов. Вы там создаете блокноты, ищите по ним. Если у вас лекция, то вы можете включить запись лекции. Ну, то есть включайте. Аудио записывается, вы делаете свои пометки. И потом можете навести на свою пометку. И будет проигрываться голос от лектора в том моменте, когда вы делали эту пометку. Ну, потрясно. У меня нет лекций, но я все равно абсолютно влюблена в это приложение, в эти функции. Это то, что мне очень нравится. Последнее, что использую на планшете, это Procreate. Приложение для рисования. Мне его... Единоразовая покупка. Мне его подарили друзья. Я им пользуюсь за мной, чтобы создавать вот это многообразие прекрасных обложек. Надеюсь, они как-то повсплывают. У меня есть незавершенная задача. Это научиться все-таки рисовать. И если я все лелею надежду, что я это сделаю и буду что-то диджитал набрасывать. И если у вас, например, есть какие-то курсы рисования, можете писать их в комментариях. Буду благодарна. Но пока что среди моих дел это всего лишь такая небольшая детская мечта. Не то, чему я даю приоритет. Поэтому не добралась туда. Но если вы рисуете, то проклеить то, что должно у вас быть обязательно. Следующая глава. Для комфорта жизни. Для комфорта жизни у меня больше приложений, за которые я плачу. И первое из них это Meditopia. Meditopia это приложение для медитации с сопровождением на русском языке. Что такое медитация с сопровождением? Это когда вы не просто сидите и пытаетесь ни о чем не думать. Очень сложно. Это небольшой лайфхак. Это медитация, когда голос диктора вас сопровождает и говорит, что куда вам дышать, как вам дышать, о чем вам сейчас подумать, что вам сейчас расслабить. Здорово. И, наверное, вот в Meditopia, почему я за нее плачу, потому что он единственный диктор пока что со всего мира, голос которого меня не раздражает в этой медитации. Нравится, пользуюсь каждый день, много медитаций, даже курсов каких-то, программ, там есть какие-то дополнения, там статьи по осознанности. Я всем этим не пользуюсь, я пользуюсь медитациями. Иногда у меня есть 3 минуты, иногда у меня есть 10 минут, и там удобно, что под каждый из этого времени есть какая-то медитация, там на расслабление, на дыхание, на спокойствие, еще что-нибудь, спокойной ночи, там. Ой, там много функций, реально, не пользуюсь всеми, пользуюсь медитациями. И классно там отслеживать свой прогресс, сколько дней подряд, там, например, я медитирую, и удобно, что есть очень много звуков приятных, там, например, звук дождя, ханга, еще что-то. Понятно, что вы можете это отдельно найти, но удобно, когда это в том приложении, которое вы как раз используете для расслабления. На ютубе лайк. Второе, это у меня ютуб премиум, ну, тут, знаете ли, упользовавшись где-то год ютуб премиум, я не могу теперь смотреть ютуб с рекламой, прям тяжко и жалко время тратить. Ютуб премиум пользуюсь только потому, что там нет рекламы, а я очень много смотрю ютуб, и это удобно. Рекомендовать могу. Есть Google Drive, есть iCloud, и люди пользуются или этим, или этим, я пользуюсь вместе и плачу за них вместе ежемесячно. Как так получилось? Дело в том, что у Google есть одна убийственная вещь, он есть у всей моей семьи, iCloud есть только у меня. А мы с семьей активно пользуемся Google Photo. Сейчас объясню. Дело в том, что мы разбросаны по миру, и способом нашей коммуникации комфортной, ежедневной, которую мы нашли, стали Google Photo. Мы столько в мессенджере, ни в одном не общаемся, как общаемся в Google Photo. Как это происходит? В Google Photo есть общие альбомы, и у нас есть альбом «Семья». И туда каждый день, каждый из нас практически, ну, когда есть фото, настроение, присылает фотографии своего дня, своей жизни, какие-то комментарии пишет, другой человек может ответить на комментарии. Насколько там неудобно вести переписку в комментариях, мне неудобно нигде. Это ужасно коряво, но уже так повелось, и так оно идет уже три года. Я думаю, что мы никуда не перейдем оттуда. Я просто молюсь, чтобы Google Photo сделали удобную переписку в комментариях под фотографиями, и тогда я вообще буду рада. Поэтому я плачу за два. Ну, iCloud, понятно почему. У меня iPhone. Хотелось бы, чтобы информация дублировалась в облаке с iPhone. Конечно, в чате я уверена, что удобнее, но здесь очень удобно первый комментарий к фотографии оставлять. Если вы пробовали, вы знаете, но это... Я с этого... Умираю. У меня осталось три приложения в этой категории. Первое это Spotify. Так же, как и YouTube. Это просто удобно. У нас с мужем дуо подписка. Я не очень много слушаю музыку, но когда слушаю, я хочу иметь возможность перематывать песни и включать те, которые я хочу услышать. Поэтому Spotify. Мне намного больше нравятся рекомендации, чем Яндекс.Музыки, потому что года три назад я пользуюсь Яндекс.Музыкой. Намного приятнее, чем Apple Music. Могу рекомендовать Spotify. Если вы не пробовали, попробуйте, может вам понравится. Мне прям заходит. Из всего многообразия. Но, опять-таки, я не оценитель. Я не слушаю музыку по 8, по 4 даже часа в день. Даже не каждый день. Это приложение для отслеживания менструального цикла. Его создали белорусские разработчики. Я с радостью поддерживаю премиум-версию. Хотя она мне и не нужна. Пользуюсь, наверное, больше 10 лет. Вот оно вышло. Конечно, тогда никто... Я не думала о том, что это сделали белорусские разработчики. Потом это стало просто приятно. 10 лет назад выдержала несколько бэкапов, переносов. Все с ним хорошо, никогда не влажает. Функция, которая мне больше всего нравится, это внутренние stories в workflow. Там всегда показывается, какой у меня сейчас день цикла. И почему я себя сейчас так херово чувствую. И что я могу с этим сделать. Вот это мне нравится. Удобно в прогнозах, практически никогда не ошибается. Интересный факт. Я была участницей научного исследования FLO. И проходила для них разные тесты. Не компьютерные, а физические. В течение полугода. Просто похвасталась. Не знаю. Просто интересный факт. Второй дичитал продукт. Это женский клуб. И это просто что-то невероятное. Это платный канал в Телеграме. Где ежемесячно можно заплатить за него. Его создает моя подруга. Там есть канал. А есть канал с чатом. Я вот пользуюсь каналом. И это просто как невероятно атмосферный женский журнал. Только с информацией намного-намного качественней. Там ежедневно выходят материалы. Какие-то подборки, фильмов, рецептов. Атмосферных видео. Это всегда очень сильно связано с сезоном. И вот сейчас осень. И да, если не сейчас, делать такие штуки. Это то, что добавляет в мою жизнь немножко рутины. Такого какого-то спокойствия. Я точно знаю, что у меня есть какая-то очень приятная задача на день. Много про саморефлексию. Про планирование. И это все такое теплое, классное. Оформлено просто невероятно. Всегда есть приглашенные эксперты. И стоимость за это, я считаю, ну низкая. Он полностью на украинском языке. С английскими материалами. И если вам это близко, то я прямо от всего сердца отрываю эту рекомендацию. Я рассказала вам про все продукты в этой категории. У меня осталась последняя категория. И в ней только один продукт. Но я решила, что он должен быть в отдельной категории. И это покупки не постоянные, но совершаемые набегами. И здесь должно сосветиться их слово книги. Я трачу много денег на книги электронные и не электронные. Сейчас больше на электронные. Для меня это вообще супер норма. Для меня это больше норма, чем потратить на фильм, который я дома посмотрю. Может потому, что я делаю это прям, не знаю, с какого года. С которого стало возможно покупать книги онлайн. Я покупаю. Я какой-то момент была подписана на приложение MyBook. Мне не понравилось, что можно читать только в приложении. Моя читалка это не тянет. И что как только твоя подписка заканчивается, у тебя все заметки, что ты делал, получается, остаются в приложении, если ты их никуда не переносишь. Поэтому на MyBook я больше не подписана. Тем более, что начала читать больше иностранной литературы не в переводе. И покупаю книжки отдельно. На этом у меня все. Мне очень интересно, за какие приложения, продукты, может, каких людей вы поддерживаете. Вообще, как вы в цифре свои деньги тратите. Может, покупаете NFT, может, поддерживаете какого-то на Патреоне. Может, поддерживаете какое-то из тех приложений, которые вам просто нравятся. Вы им даже не активно пользуетесь. Поделитесь обязательно этим в комментариях. Возможно, какое-то из приложений, о которых я рассказала, стало для вас новым. Или, наоборот, вы тоже тратите на это свои заработанные денежки. Пишите. Мне будет очень интересно почитать какие-то ваши рекомендации или ваше мнение по этому поводу. Насколько вам вообще комфортно, насколько вы чувствуете, что культура того, чтобы не пользоваться пиратскими продуктами, приходит в наш менталитет. Мне кажется, что в последние годы это все больше и больше. И это круто, здорово, если бы еще заработная плата поднималась точно так же. Спасибо, что посмотрели это видео. Я вам напоминаю, что на этом канале в большинстве своем мы занимаемся тем, что создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся на следующей неделе на этом же месте. Пока.